здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи виталий кухта как всегда мы сделаем обзор рынка по основным инструментам обсудим что произошло что интересного что предстоит у нас и так в принципе рынки неплохо себя ведут согласно моих прошлых обзоров до некоторые инструменты пока идут не по плану но те инструменты которые я лично торговал плюс в закрытом канале неплохо отрабатываются поэтому это сегодня хороший хорошее начало дня такое особенно как я во вчерашнем своем обзоре говорил что доллар есть вероятно что он идет или на коррекцию или на разворот поэтому мы с ребятами как я вчерашнем обзоре своем покупали евро доллар фунт доллар ну и другие инструменты там есть которые связаны с долларами тоже там светлого с ними работать плюс фондовые индексы я вчера в своем обзоре уже говорил что не сильно верю в шорт но мы это я вчера утром об этом говорил в обзоре но ближе к обеду у меня как раз было занятие с учеником и мы очень детально разбирали индекс страха вообще разбирали его за последние несколько ну скажем несколько лет а точнее где-то начиная там с 2018 двадцатого года там очень много было таких похожих паттернов крупные мелкие разные и все таки мы решили снова покупать индекс страха шортить snp 500 там короткий стоп поэтому это же не какой-то большой там стоп и нужно пересиживать со стопом 50 пунктов зашли вот я как раз показывал эти моменты что я в закрытом канале вот все публичном канале показывал что snp 500 как раз от ближе к обеду после обеда я все-таки решил продублировать эти моменты и в закрытом канал канале а поэтому все таки мы вошли в этот snp 500 сегодня перевели без убыток будет сыпаться дальше хорошо нет ну пусть себе растет потому что тоже как-то не вяжется индекс доллара идет на разворот фондовые индексы вниз где-то где-то идет ловушка ну что касается на фундамента что у нас интересного принципе рынок труда дп вчера вышли в данные выше выше ожиданий достаточно сильно это говорит что рынок труда в пятницу скорее всего но еще сегодня будут данные да и пися и будет инфляция индекс цен производителей скорее всего что он он фарма выйдет хорошие это будет означать что не нужно прям так понижать ставки и возможно доллар будет ослабевать ну посмотрим но это на этой неделе такая волатильность будет интересной по форексу а вот с понедельника там вторник перед выборами трампа вот там будет прям сильная волатильность я как раз рассчитываю на тот момент что если все таки трамп победит я надеюсь если он победит то возможно наведет мире порядок возможно и нет посмотрим хотя я больше склоняюсь что он проиграет потому что ну не сильно верю в это честный выбор в штатах итак давайте конкретно графиком перейдем такое небольшое лирическое вступление но начнем с индекса страха вчера вот как я в принципе говорил в этот паттерн еще не меняется у нас во первых и восходящий тренд за последние несколько месяцев плюс у нас вот здесь хорошая модель вот вчера мы как раз тестировали вот в этой большой модели локальная модель это называется два в одном да вот если анализировать эту модель мои ученики знают и мы как раз вчера на часовиках когда держали вот этот локальный уровень 1870 65 я говорю с очень коротким стоп лоссом индекс страха покупаем s&p 500 аналогично пробуем шортить потому что должно должно здесь выстрелить конечно могут быть шпильки очень сильные именно на выборах трампа вот вот это возможно да то есть хотя в принципе если модель есть то не должно быть сильных выносов потому что ломается конструкция но скажем все возможно то есть это рынок поэтому индекс страха я пока пока мы все-таки повторно его купили так как ранее покупали я закрылся был вне рынка и снова его покупали поэтому анализ актуальны и что у нас дальше по s&p 500 аналогично то есть смотрим вот мы вчера как раз где-то в районе пять пять тысяч восемьсот семьдесят там с копейками мы снова заширтили со стоп лоссом вот сюда на то есть стоп лоссе с небольшой перевели сегодня без убыток надеемся что мы будем сыпаться дальше если будут выкупать снова ну дальше буду смотреть то есть будем ли перезаходить или нет и так далее потому что вот здесь в принципе тоже такая была ситуация вот я говорил прошлый раз тоже задавливали потом снова от купили но у нас уже получается здесь 12 в третий раз пошел давление здесь тоже было раз но это локальные 2 3 здесь что-то похожее поэтому если сегодня не выкупим то скорее всего дальше будет падать плюс у нас что важно вчера отчитывались крупные компании фейсбук квартальный отчет не все так прям очень красиво наверное на этом идет сегодня такое снижение по рынку конечно отчет в принципе неплохие но не так как хотелось бы поэтому вот возможно это будет как бы еще дополнительным триггером к обвалу фондовых индексов на сдак у нас в принципе то же самое я на сдак не трогал вот у нас по на сдак вчера был ложный пробой 2650 да то есть в очередной раз если забегая на период давайте акции которые я прошу раз говорил ну теслу я сейчас не трогаю если я не трогаю здесь в принципе был ложный пробой как видим вчера уровня две две двести шестьдесят пять долларов да можно было пробовать чертить но я ее почему-то сейчас не трогаю nvidia в принципе что-то похожее как на nasdaq дальше я в принципе прошлый раз говорил о возможных шортах мы это пока ничего apple вот apple тоже что-то пытается завернуть посмотрим акции так себе я сейчас акции пока не 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 вхожу потому что мне не сильно нравится это все и так в принципе если шортить snp 500 очень аккуратно потому что это все контр тренд дальше давайте пройдемся по рынку металлов быстро ну золото идет по плану рост кто ранее покупал вот здесь последняя моя рекомендация была на покупку что на прошлой неделе в обзоре каких-то новых точек входа я не вижу я такие дальше точки входа не торгую и серебро по серебру ситуация интересная конечно вчера немножко сильно зажали я говорил что по серебру нас ключевой уровень поддержки в районе 33 50 пока мы выше есть шанс на рост если мы его будем ломать то скорее всего здесь нужно бы так фиксировать потому что здесь есть вариант и какого-то разворота по серебру как вариант у нас есть 23 октября импульс откат импульс вчера и дальше сильно падать поэтому если покупать серебро то обязательно со стоп лоссом ниже 33 50 где-то в районе 33 20 условно выносят все забываем за серебро что касается нефти вот здесь будет интересно даже помимо нефти вот газ еще будет интересно кто торгует нефть у нас принципе мы на нащупали снова поддержку в районе 70 долларов по бренд вчера хорошенько откупили вчера проскакивала новость я не помню в какой новостной ленте хотел сегодня вам показать возможно кто-то это не видел тоже у нас прошла информация что иран возможно до выборов штатах нанесет удар по израилю поэтому на этих моментах возможно нефть все-таки пойдет тестировать тот уровень как о котором я говорил в районе 80 долларов да поэтому с текущих я я сейчас нефть не торгую поэтому это скажем предположением у нас может быть это и накопление здесь и дальше сильно вниз но принципе кто кто подумывает о покупках то принципе здесь есть вариант покупок как вариант посмотрим-ка сработает ли эскалация конфликта что касается натурального газа здесь как котировки немножко не актуально анализировать на природный газ потому что это здесь была экспирация а вот кто смотрел газ на споте вот там вот там интересно сейчас не помню и не помню сейчас мы посмотрим посмотрим на московской бирже но здесь аналогично газ нет это не том кого котировки спотов я не помню какие у нас котировки спота я просто в другом терминале анализирую газ 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 смотрю вот здесь котировки и здесь тоже они отличаются ладно суть в том что там на одних из котировках я не буду просто называть брокера потому что там есть несколько терминалов разных брокеров в разной котировки но кому интересно пишите в личку я в принципе могу скинуть данной котировки если они совпадают с вашими котировками вашего брокера то там принципе возможно интересные покупки и так дальше индекс доллара вчера я говорил в обзоре что я рассматриваю вариант разворота по индексу доллар это будет коррекция в район где-то примерно 102 пункта возможно поэтому до до пятницы или там до понедельника у нас такой сценарий существует поэтому я пока рассматриваю здесь шарты по индексу доллара сам индекс доллара я не торгую я торгую евро доллар мы с ребятами в закрытом канале и сами лично вот здесь я покупал конечно здесь немножко выносили ну это на забастовках автопроме германии выносили но не вынесли вот эти минимумы поэтому евро я пока рассматриваю наверх мне вот этот паттерн прям напоминает вот такой разворот я ловил вот здесь смотрите прям здесь могут быть глубокие откаты но в принципе у нас возможно идет зарождение сильного мощного тренда по евро да то есть вот прям вот такой паттерна аналогично что по фунту что по евро и у нас еще что интересное по евро доллару у нас вчера с учениками разбирал и в закрытом канале аналогично вы смотрите у нас вот здесь такой тренд у нас прямо в районе 107 там 80 плюс минус плюс здесь хорошая тоже поддержка 107 80 вот она вот так если взять на то есть все совпадает поэтому здесь такая зона откуда мы можем очень сильно вырасти обязательно со стоп лоссами потому что если мы провалим эту зону то евро может в район 106 105 спокойно уйти поэтому вот так ну тем более на выборах обязательно фунт фунт аналогично ситуация чуть посложнее как нежели по евро но вот эта зона зона отката в районе 129 50 я вчера не говорил там 129 40 ну плюс минус у нас ключевой уровень поддержки от него мы можем развернуться поэтому фунт я советую покупать обязательно со стоп лоссами ниже данного уровня потому что если мы здесь проваливаемся то фунт может очень сильно уйти вниз один двадцать восемь один двадцать семь один двадцать шесть легко в ближайшее время поэтому соблюдайте риск менеджмент ну что касается в двух словах доллар рубль я хотел позже анализировать там возможно в ближайшее время что-то будет интересное но это нужно долго ждать по биткоину биткоин тестирует исторические хаи я его не трогаю конечно я упустил свою покупку с которой я очень сильно ее набирал ну вышел прежде времени прежде временно здесь даже была тоже покупка хорошая ну как-то я запутался запутался с рынком потому что думал что snp nasdaq short и биткоина с ними вместе сработает но биткоин по бонусил вот уровень 70 тестирует исторический максимум посмотрим что касается эфир там bnb и другие инструменты там возможно шорты я в них скажем так не сильно верю потому что вот мне не сильно нравится как откупили вот здесь эфир то есть ну и прям биткоин ничего не показывает поэтому здесь по крипте я в принципе за шорт но у него очень слабо верится да он может обвалиться если все-таки фонда пойдет вниз хотя может быть это был такой недавно пример не помню два квартала или плюс-минус назад когда фондовые индексы хорошенько корректировались а крипта росла и все-таки о они перекладываются крипту такое тоже возможно то есть какой-то момент как-то вот так на этом закончим пишите свои свое мнение по инструментам по металлам по фондовым индексом по форекс какие ваши ожидания сегодня у нас четверг завтра пятница возможно если сегодня какое-то изменение будет и пятницу тоже дополнительно сделаю обзор всем пока удачи